Вера в русский характер Вера в его духовную мощь, а коли вера стала быть и надежда, великая надежда на русского человека. Федор Достоевский 6 июня 1799 года в Москве в семье отставного майора Сергея Львовича Пушкина родился сын, нареченный Александром, которому суждено было стать величайшим поэтом России. Предки Пушкина впервые упоминаются в русских летописях как сподвижники князя Александра Невского. Отец Сергей Львович Пушкин Мать Надежда Осиповна Внучка знаменитого генерала-аншефа Петра Великого Ганнибала Потомка владетельных эфиопских князей Такой видел Пушкин в Москву в детские годы. Со своим воспитателем дядькой Никитой Козловым часто гулял он по городу, наблюдая жизнь московских улиц. Поднимался на колокольню Ивана Великого Откуда открывался великолепный вид на Москву Лето семья проводила в подмосковном имении Захарова Позднее Пушкин напишет Взгляните на русского крестьянина Есть ли тень рабского унижения в его поступе и речи О его смелости и смышленности и говорить нечего Мальчик любил слушать песни и сказки няни Арины Родионовны Детство кончилось Двенадцатилетнего Александра отправляют учиться в Петербург Здесь все было ново и непривычно Поэт прославит в своих стихах творение Петра Строгой стройный вид города Невыдержавное течение На страницах его произведений Жизнь Петербурга обретет литературное бессмертие Пушкин поступает в лицей Дворянское закрытое учебное заведение По замыслу императора лицеистом Воспитанном в духе преданности монархии Впоследствии предстояло занять важнейшие государственные посты Здесь были собраны лучшие преподавательские силы России Все мы видели, что Пушкин нас опередил Многое прочел, о чем мы не слыхали Но отнюдь не думал важничать Вспоминал ближайший друг поэта Пущин Тесная дружба связывала Александра со многими лицеистами Пущин, Горчаков, Делевик, Кюхельбекер Стали его друзьями на всю жизнь 1812 год Началась народная война с наполеоновским нашествием Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохою народной жизни русской Грозой 1812 года Эти события сильно отразились на нашем детстве Писал Пущин Юноша Пушкин постигал величие народной войны Испытывал чувство гордости за свое отечество Любимый Пушкиным царскосельский парк Здесь все настраивало на поэтический лад ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Надеждой русской литературы признали лицеиста крупнейшие писатели батюшка в Вяземской. Жуковский писал, нам надо было соединиться, чтобы помочь вырасти будущему гиганту, который всех нас перерастет. Годы учебы позади. И снова Петербург. Пушкина зачисляют в коллегию иностранных дел, но карьера чиновника его не привлекает. Субтитры подогнал «Симон» Он с головой окунулся в шумную столичную жизнь. Светские и литературные салоны, театры, балы, веселый и общительный, Пушкин – всюду душа общества. Но перед наблюдательным юношей открывался и другой лик России. Бесправие народа, крепостной гнёт. Социальные преобразования в стране – цель тайных дворянских обществ. Лучшим людям России было ясно – народ-победитель должен быть свободен. Выразителем идей дворянских революционеров в поэзии стал Пушкин. Император взбешён. Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами. Пушкина надо бы сослать. Поэта высылают из Петербурга на юг. Четыре года провёл Пушкин вдали от дома и друзей. Перед ним открывалась иная жизнь. Кавказ произвёл на Пушкина неизгладимое впечатление. Он пишет брату. «Жалею, мой друг, что ты со мной вместе не видал великолепную цепь этих гор». Морем на военном бриге Менгрелия Пушкин отправляется в Крым. В этом доме останавливался Пушкин. Проснувшись утром, увидел я картину пленительную. Разноцветные горы сияли. Справа огромный аюдак. И кругом это синее чистое небо и блеск. И воздух полуденный. В Гурзуфе жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался им целые часы. Этой дорогой ехал поэт в бывшую столицу крымских ханов – Бахчисарай. Здесь, при посещении дворца, услышал он легенду о любви хана к молодой пленнице-полячке Марии. У Пушкина рождается замысел романтической поэмы «Бахчисарайский фонтан». И, наконец, опальный поэт прибывает в Молдавию, в Кишинев, к месту своей высылки. Дом, в котором он жил, и сделал первые наброски поэмы «Цыганы». На юге судьба снова свела поэта с молодыми вольнодумцами, членами тайного южного общества дворянских революционеров. Они готовили план вооруженного восстания. Агенты доносили в Петербург, Пушкин ругает публично не только военное начальство, но даже и правительство. По высочайшему приказу за дурное поведение поэта высылают в бессрочную ссылку в родовое имение деревня Михайловская Псковской губернии. И снова Пушкин в дороге. Новые люди, новые места, новые впечатления. Псковщина Псковщина – древняя земля его предков. Поэт остро чувствовал духовное родство с неем. Она олицетворяла для него Россию, Отечество. Псковщина Няня моя единственная подруга. С нею с одной мне не скошно. Вечерами слушаю сказки. Что за прелесть эти сказки. Каждая есть поэма. Они легли в основу замечательных пушкинских сказок о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и семи богатырях. В этом доме Пушкин прожил два года. Кабинет поэта. Здесь воссоздана обстановка того времени. Сохранились подлинные вещи Пушкина. Знаешь ли ты мои занятия? До обеда пишу записки. Обедаю поздно. И книг. Ради бога книг, Просит Александр Сергеевич у брата. Тебе кукушунка, А мне, соловья, Тебе кукушунка, Ко мне, соловья, Тебе для забавы, А мне для пенья Переодевшись в крестьянское платье, поэт часто ходит на ярмарки, записывает народные песни, предания, пословицы, беседует с крестьянами. Вблизи Михайловского родовое имение прадеда Пушкина Ганнибала. Документы и вещи, принадлежавшие владельцу, сохранились до наших дней. Петровская была пожалована Ганнибалу императрицей Елизаветой. Герб рода Ганнибалов, дарственная грамота о дворянстве. Интерес к истории рода у Пушкина был неотделим от интереса к истории родной страны. Я чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития. И что я могу творить? Здесь он знакомится с летописями, старинными рукописными книгами, документами, относящимися к смутному времени начала 17 века, царствению Бориса Годунова. Взаимоотношения, власти и народа – вот что интересует поэт. За этим столом написана народная трагедия Борис Годунов, четыре главы романа Евгений Онегин, десятки стихотворений. Петербург. 14 декабря 1825 года. Восстание декабристов. Весть о казне руководителей и ссылке участников потрясла поэта. «И я бы мог», – пишет он на полях рукописью. Пушкина вызывают в Москву к новому императору Николаю I. «Пушкин, принял бы ты участие 14 декабря, если б был в Петербурге?» «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я бы не мог не участвовать в нем». Желая расположить к себе прославленного поэта, царь вернул Пушкина из ссылки. Зимой 1828 года Пушкин знакомится с Натальей Николаевной Гончаровой. «Я полюбил ее, голова у меня закружилась». Осенью 1830 года для устройства дел в связи с предстоящей женитьбой Пушкин едет в Нижегородскую губернию в старинное село Болдино. «В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. Горести не удивят меня. Всякая радость будет мне, неожиданность». «Осень подходит. Это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает». В Болдино поэт провел осенние месяцы 1830-го, 33-го, 34-го годов. И всегда они дарили русской литературе замечательные произведения. Особенно плодотворной была осень 1830-го года. Три месяца вдохновенного труда. В этом доме жил поэт. Здесь восстановлена обстановка пушкинского времени. В Болдино поэт закончил многолетний труд, роман в стихах Евгений Онегин. Критика назвала его энциклопедией русской жизни. 18-го февраля 1831-го года в этом храме Пушкин венчался с Натальей Николаевной. «Я женат и счастлив», — пишет он в Петербург. «Одно желание мое, чтобы ничего в жизни не изменилось. Лучшего не дождусь». Но вскоре император выразил желание постоянно видеть Пушкина при дворе. Уже через два года поэт начинает жаловаться. Петербург совершенно не по мне. У меня нет досуга, необходимого для писателя. Кружусь в свете. Жена моя в большой моде. Но, несмотря ни на что, поэт много работает. Труд был для него святыня. Когда принимался за работу, он успокаивался, — вспоминал один из друзей. В этом архиве Пушкин работает над историей крестьянского восстания 18-го века под предводительством Эмельяна Пугачева. Стремясь постичь прошлое и настоящее России, поэт внимательно изучает эпоху коренных государственных преобразований, историю правления Петра Великого. Из-под его пера выходят шедевры «Медный всадник», «Пиковая дама», «Капитанская дочка». Пушкин добивается разрешения издавать литературный журнал «Современник», объединяя лучшие творческие силы России. Выступает со статьями как публицист. В них он борется за национальную самобытность, жизненную правду, гражданственность, искусство. Независимая позиция поэта вызывала ненависть с двора. Началась травля, анонимные письма, грязные сплетни, объектом которых стала личная жизнь поэта. Не хватало только слепого орудия мести. Им оказался иностранец, принятый на русскую службу, Дантес. Последняя петербургская квартира Пушкина. Здесь все сохранилось так, как было при жизни поэтам. Портреты детей, жены. Гостиная, где часто собирались друзья. Любимые вещи Пушкина. За этим столом поэт написал последнее письмо за час до поединка. 27 января 1837 года Пушкин был смертельно ранен на дуэли. 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни перестало биться сердце поэта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я памятник себе воздвиг нерукотворный К нему не зарастет народная тропа Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа Нет, весь я не умру Душа в заветной лирии мой прах переживет И тленье убежит И славен буду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok